Когда-то обшарпанные стены онкодиспансеры сейчас стоят как новенькие. В дневном стационаре около двух месяцев назад начали ремонт, и в сентябре учреждение примет первых пациентов. До этого времени процедурные и ординаторские оснастят специальным оборудованием, а палаты обставят новой мебелью. На обновление стационара в общем потратили около 9 миллионов рублей. Объемы помощи здесь существенно возрастут. Здесь мы где-то разместим 25 кубик. Работать будет три врача, сработать будем в две смены, и пропускная способность дневного стационара существенно увеличится. Тут вопрос такой, на одной койке может быть до четырех пациентов. Зависимо от того, что мы делаем. Благодаря национальному проекту здравоохранения в Ульяновске откроются шесть дневных стационаров в первой, четвертой, пятой поликлиниках, в областной клинической больнице, медсанчасти и в третьей городской больнице. Реализация национального проекта здравоохранения продолжается. Ремонтируются корпуса медицинских учреждений, на работу приглашаются молодые специалисты. Насколько качественно и результативно пройдет проект, покажет время. Руководитель областного онкодиспансера отмечает, что главное для них – кадры. Сейчас для работы в дневном стационаре готовят молодых специалистов. А вот в перинатальном центре «Мама» врачи, только что окончившие вуз, уже помогают спасать жизни. Однако после выпуска их учеба не заканчивается. Современная тенденция такова. Прежде чем приступить к работе с детьми, человек, врач должен отработать все вот эти манипуляции, все методики на манекенах, на куклах. Потому что на человеке, на живом существе учиться нельзя. То есть сначала мы отрабатываем всю методику на манекенах. И для этого у нас есть симуляционный класс. А сейчас еще появилась такая уникальная возможность. У нас есть кукла, она переносная, она мобильная, она имитирует новорожденного ребенка. На рабочем месте для молодых медиков создали специальный симуляционный класс, где врачи отрабатывают реанимационные действия, направленные на спасение жизни младенцев. Для этого в кабинете есть все необходимое оборудование, такое же, как в реальной реанимации, и манекены. Недавно стройкукол испытателей пополнила новое, более усовершенствованное. «И раз, и два, и три, и вдох. И раз, и два, и три, и вдох. И раз, и два, и три, и вдох». Как отмечает Тимур Ганеддинов, даже в Москве, а не во всех больницах, есть подобные классы. Такие возможности повышают качество медицинской помощи, ведь ошибка врача может быть роковой. Здесь же промахи допускаются, но лишь для того, чтобы впредь их не совершать. «После прохождения на манекенах мы непосредственно, мы всегда присутствуем в родзале, даже с нашими наставниками, с более опытными врачами. Мы сначала ходим просто смотреть, как делают они, потом, когда мы уже пройдем на манекенах, на ус, как бы допускают уже непосредственно к работе». От того, как быстро врач придет на помощь маленькому пациенту и как четко проведет все необходимые действия, зависит не только жизнь малыша, но и дальнейшая его судьба. Поэтому симуляционный класс позволяет довести действия медиков до автоматизма. А это значит, спасенных жизней и здоровых детей в Ульяновской области станет больше. Маргарита Захарова, Геннадий Бухтояров, репортер 73.